вот такие красивейшие рыбы продаются здесь посмотрите рыбы а было очень много и уже все раскуплены рыбы и мы опять с розочкой розочка наша подстриженная розочка наша стриженная розочка красавица девочка осталось 12 лет 9 месяцев на супер а ты сегодня прям ты сегодня прям красавица хотела я сказать оли сегодня мы приехали сюда в этот красивейший магазин но это как бы тоже очередной садовый центр garden center но тут очень большая секция аквариумных рыбок а вы знаете что я любительница и почти всю жизнь у меня везде были аквариумы с рыбками и вот последние у меня погибли наверное три года назад когда я уехала в таиланд и оставила свою квартиру и рыбок и цветы на попечение своего квартиранта а он сбежал буквально через несколько недель но знаете эту историю кто не знает посмотрите видео вам вверху покажу и вот вы знаете у меня в связи с этим всем сегодня то что я здесь вижу это что хочу вам показать у меня возникло несколько сразу тем вспомнилось но во первых конечно же история о том что вот всякая живность она требует ответственности и при том огромной ответственности что вот даже рыбки которые погибли это очень плохо и мне было очень жалко всех этих моих рыбок и я после этого вообще перестала заниматься вот впервые наверное за 40 лет я все пресекла попытки снова завести этих рыб и вот в связи с этим хочу вам рассказать сейчас ту историю которая произошла у меня во франции с моим неудавшимся другом женихом жаном франсуа и хотя я как-то не очень люблю ударяться воспоминания дело неблагодарное начинаешь сожалеть о чем-то несбывшимся но вот так как у меня спрашивают многие или может быть кто-то вообще не видел и не знает эту историю то опять же справа вверху я вам сброшу чтобы вы посмотрели так вот интересная была история я была там уже на франсуа на лазурном берегу франции в январе 2009 года и мы с ним праздновали даже новый год я приехала в конце декабря пробыла там больше месяца у него вот видите здесь даже я к фотографии вам нашла где мы на новый год с ним вместе и конечно же мой день рождения в конце января тоже пришелся вот на наше совместное тогда проживание с жаном франсуа и конечно же мы с ним пытались обо всем говорить рассказывать друг о друге ну в общем как могли общались и я ему как-то помню рассказала что вот я всегда имела рыбок дома аквариумы у меня есть очень большие что я это очень люблю и что это все меня расслабляет это такой релакс и он сказал что он тоже в общем-то очень любит смотреть на аквариумы на рыбок но никогда себе эти аквариумы не покупал и не заводил потому что не знает вот у него собака была доберман пинчер он любитель собака вот как говорится а рыбок не было и вы знаете буквально где-то за неделю до моего дня рождения он что-то затихарился он сказал что вот ты мне скажи когда ты пойдешь гулять а я там гуляла довольно долго много по лазурному берегу бродила мне там очень нравилось он работал в то время когда он работал я целыми днями гуляла по набережной и вообще по ницы и по окрестностям и вот как-то он умудрялся пока меня не было он купил и привез мне в подарок вот этот вот аквариум который я сфотографировала единственная фотография вообще странно что она у меня сохранилась вот он этот огромный аквариум который он втихаря чтобы я не видела привез установил буквально вот наверное в канун моего дня рождения запустил туда рыбок посадил все эти растения но рыбок правда было там не очень много но тем не менее вот он мне этот аквариум на мой день рождения и преподнес и вот вы знаете я была тогда немножко удивлена такому подарку даже скажем правду по правде обескуражена потому что никогда до этого мне аквариумы такие огромные с рыбками никто не дарил ну вот жан-франсуа решил эту проблему вот так я была тогда тронута очень и знаете восприняла этот подарок просто как его ко мне такое прекрасное отношение что он попытался именно вот моё хобби любимое он попытался воплотить я так это восприняла что он решил чтобы мне как-то все было здесь уютнее и ближе и так меня умилял этот подарок но вот странно что когда я приехала я помню и я рассказывала своим друзьям вы представляете что мне жан-франсуа вот даже подарил такой огромный аквариум с рыбками и мне как-то знаете по моему даже не один и не два человека а там мои знакомые несколько они сказали что ух какой практичный подарил тебе аквариум зная что так или иначе он тебя отправит и что по идее любой подарок если бы он тебе сделал другой то ты бы его забрала с собой а уж аквариум то ты с собой конечно же не потащишь поэтому вот он получается не себе подарил не тебе а себе подарил этот аквариум я помню тогда конечно удивилась на как бы взгляд с другой стороны ну и до сих пор у меня все равно осталось впечатление что этот аквариум он подарил мне и что он его делал для меня вот у меня осталось впечатление такое хотя конечно же вы знаете может быть даже в какая-то толика правды есть и в тех вот суждениях которые мне подсказали и показали мои знакомые вот понимаете как по-разному можно взглянуть на ситуацию но мне бы хотелось всегда думать и мне хочется думать всегда все таких по-хорошему о людях и вот для меня например жан-франсуа так и остался фигурой весьма загадочной и до конца не поняла я его и я не поняла его поступки потому что вот конечно же когда я рассказала вкратце свою эту ужасную историю когда он меня обманул и когда он выкрал мой паспорт а потом почему-то его прислал обратно это все как-то вы знаете не укладывается вот либо человек настолько импульсивный и на самом деле не знает что ему в этой жизни нужно и был обманут женщиной своей женой которая его бросила и ушла уехала там с каким-то молодым французом возможно вот этот вот очень серьезный такой удар когда который он получил повлиял на то что он в дальнейшем уже не очень верил женщинам я имею ввиду не верил ну и вообще конечно же как можно человека узнать всего лишь навсего по полугодовой переписки и вот по встречи которая всего лишь длилась месяц да и потом он он знал английский очень плохо а я не знала английский практически вообще только какие-то общие фразы поэтому как каково было наше общение это просто я даже диву даюсь я диву даюсь до сих пор как я еще что-то тогда с тем моим английским начальным вообще могла что-то пытаться как-то ему там показать и рассказать но желание у меня было огромное и я с помощью знаете всех средств возможных пыталась как-то с ним объясняться но то что случилось это скорее всего произошло от непонимания нашего друг друга непонимания до конца вот все таки еще раз повторяю что если вы желаете познакомиться с иностранцем то обязательно первым делом необходимо изучать и знать язык английский либо тот язык на котором вы будете общаться в будущем почему я опять об этом говорю и заостряю на этом ваше внимание мои дорогие женщины потому что таких шансов выпадает не очень много вот по крайней мере я вижу по своей истории что шанс найти хорошего мужчину в интернете он очень маленький и он уменьшается с каждым годом по разным причинам но все-таки уменьшается и поэтому понимаете если вот так вот случилось что я вы встречаете мужчину вдруг который вам приглянулся и которые заинтересовался вами также то уж лучше конечно же быть во всеоружие если вы приезжаете на встречу и знать язык знать культуру и особенности той страны в которую вы приезжаете и конечно же я желаю успеха всем женщинам которые желают познакомиться и найти своего мужчину в интернете и уехать в какую-либо страну ну а если говорить о том что сейчас случилось и как живет жан-франсуа вот тоже многие мне тут написали в отзывах что он такой альфонс что он так поступает и поступал и будет поступать со всеми женщинами приглашает вот так вот обманывает но вы знаете друзья во первых это не совершенно не так и это совершенно не тот мужчина я как-то тоже чувствую людей тех с которыми я начинаю общаться ну и подтвердила это моя о нем дальнейшая информация то что я узнала что ни с какой больше женщиной он не стал встречаться а он купил себе маленького щенка добермана пинчера он переехал совсем маленькую квартирку поближе к морю средиземному и как мне сообщила мэги в нашей переписке что он сейчас уже вышел на пенсию занимается только собакой ведет очень затворный образ жизни и даже не встречается со своими друзьями вы знаете я не могу проверить достоверность этой информации но я вот почему-то верю что это действительно так все возможно и я возвращаюсь в начало моей истории и нашла вам вот один из последних своих аквариумов тоже огромных этот аквариум в нашем бангало который был у меня и который мы купили уже с рентоном так вот хочу сказать тем кто спрашивает у меня а почему я себе не заведу собачку почему я себе кошечку не заведу что я здесь вот живу вполне бы было бы мне веселее и интереснее но не знаю я животных люблю и всегда у нас были и собаки и кошки большом доме в котором я росла но понимаете еще раз повторяю что это огромная ответственность и оставлять с кем-то потом этих животных находить куда их пристроить если вдруг я куда-то поеду это очень и очень сложно вот например у оле сейчас с которой мы здесь гуляем у нее одна собака к сожалению уже умерла осталась 2 вот эта розочка и у нее еще две кошки она связана по рукам и ногам и вот сейчас она говорит что не могу никуда я от своих животных поехать то есть пока уже я их не досмотрю до конца я двинуться с места никак не могу ну понимаете не хотелось бы конечно думать о том что вот только и ждать когда же в конце концов эти животные погибнут с естественной смертью умрут и человек будет свободен для того чтобы куда-то ездить ну понимаете нет для меня уже сейчас такую ответственность брать на себя я не хочу вот это главная причина спасибо всем кто дослушал всем пока пока